Всем привет! Друзья, я недавно наткнулся на очередные оскорбления в адрес Игнатия Тихоновича Лапкина. В принципе, рядовой случай, ничего такого, если бы не одно «но». Дело в том, что Игнатия Тихоновича Лапкина назвали зэком, причем в такой грубой форме. Вот спрашивает, как же можно слушать этого бывшего урку? Или как можно жить в общине какого-то бывшего уголовника? И так далее. По какой статье чаришься? Это, конечно, лично во мне посеяло волну возмущения. Почему? Потому что Игнатий Тихонович действительно отбывал срок три раза за свою жизнь. Об этом я говорил в своем первом видео об общине Игла. За свою жизнь успел отсидеть аж три срока. Но давайте посмотрим. Вот это представитель так называемого среднестатистического урки. Или можно еще посмотреть в динамике, так сказать. Собака лаяла на дядю фраера. И вот скажите, действительно люди полагают, что Игнатий Тихонович Лапкин вел себя когда-то вот так? То есть люди на полном серьезе так думают? Что ты лыбишься как параша? Дурак ты был бы на моем месте стукач, ты бы уже полдня на нарах уковал. Я тебя еще в кинотеатре срисовал, как ты вокруг меня ошивался. В общем, Игнатий Тихонович Лапкин действительно отбывал срок. Три раза. И об этом я рассказывал в своем первом видео про общину Игла. Но сейчас я хочу сделать акцент на третье осуждение Игнатия Тихоновича. Просто про первое и второе я ничего не знаю, но полагаю, что сценарий был идентичный. Откуда я эту информацию взял? Все очень просто. Есть интернет, где любой человек может почерпнуть практически любую информацию. Дело просто в том, что это нужно сделать, прочитать, а потом сделать какой-то вывод. Но куда проще просто взять и написать какую-то гадость, правда? Кроме того, вы можете ознакомиться с информацией, в том числе и на сайте самого Игнатия Тихоновича, где он, в общем-то, все факты из своей жизни предоставляет. И тут может, так сказать, прилететь совершенно справедливые замечания. Вы можете сказать, ну, конечно же, Игнатий Тихонович на своем сайте разместит именно такую информацию, которая ему выгодна. Это замечание действительно имело бы место, если бы не одно «но». У Игнатия Тихоновича есть одна замечательная привычка. Он в своих видео и под своими видео всегда размещает, если есть необходимость, диалог. То есть полное общение с тем или иным оппонентом. Для того, чтобы не было потом каких-то вопросов, чтобы оппонент не мог сказать, «Я этого не говорил», «Это был не я», «Я имел в виду другое». И информация, которую он предоставляет о своих сроках заключения, она, в общем-то, состоит из его писем, из писем, которые писали ему, из официальных документов, которые писали ему органы власти, и из стенограммы из суда. То есть материалы дела, официальные материалы его дела. Поэтому, когда вы читаете, вы понимаете, в какой абсурд попал Игнатий Тихонович и какой бред вообще создали для того, чтобы отнять у него годы жизни. Странное дело. Понимаете, это какое-то недоразумение. Я к этому происшествию не имею никакого отношения. Я вообще оказался там случайно. Я бы начал с того, что Игнатий Тихонович уже в конце 80-х, когда сидел в камере предварительного заключения, его положили в психиатрическую клинику на освидетельствование. То есть признать его вменяемым или невменяемым. Дело в том, что у Игнатия Тихоновича в анамнезе, то есть в истории болезни, значился диагноз «шизофрения с вялотекущим течением». Почему? Потому что в СССР, если человек верил в Бога, говорил о Боге, то он автоматически признавался больным. То есть душевно нездоровым. Сумасшедшим. И впервые Игнатий Тихонович с этим столкнулся еще в армии, когда ночью он прочитал вслух молитву, и его тут же, так сказать, повезли в дурку. Но там ему какой-то офицер подсказал. Говорит, Игнатий Тихонович, значит, если ты будешь настаивать на том, что ты веришь в Бога, то дело не в том, что тебя признают сумасшедшим, а дело в том, что выстроит все так, что ты косишь от армии. Ну, якобы ты играешь в дурака для того, чтобы не служить. Потом они формально докажут, что ты это делаешь, и тебя отдадут под трибунал. Так что брось ты это дело, скажи, что, ну, ты, так сказать, сглупил. Трибунал! Игнатий Тихонович послушал офицера и так и сделал. Но в дальнейшем он проповедовал Слово Божье, и поэтому, видимо, получил диагноз шизофрения. Кстати, посмотрите, как на самом деле выглядят шизофреники. Вы слышите голоса? Да. Какие голоса вы слышите? Разные. Разные? Разные голоса. Так вот, сидя в камере предварительного заключения, когда Игнатия Тихоновича повезли на экспертизу, вдруг чудным образом заболевание шизофрении, которое является наследственное, и которое не лечится, то есть это неизлечимое, но вот Игнатию Тихоновичу удалось от него каким-то образом излечиться, потому что врач-психиатр снял этот диагноз. И смотрите, что получается. Мы-то с вами понимаем, что никакой шизофрении не было. Просто на Игнатия Тихоновича поставили клеймо, такое, знаете, унизительное, позорное клеймо. Мол, вот этот человек шизофреник, не общайтесь с ним, посмотрите, он больной человек, сумасшедший. Но когда вот это клеймо могло спасти его от уголовного преследования, ну ведь если человек шизофреник, он же не виноват в том, что он совершает, да, он не дееспособен, тогда и судить его не надо, то тут же власть СССР вдруг снимает с него этот диагноз. Ну, руками врача, конечно. То есть был шизофреником с унизительным диагнозом, а потом вдруг перестал быть шизофреником, стал дееспособным, судите его по полной программе. Вот такие чудеса. Дальше Игнатия Тихоновича вернули в камеру предварительного заключения, и в чем же его обвиняли? Его обвиняли в спекуляции и, ну, можно сказать, в барыжничестве. Дело в чем? Дело в том, что Игнатий Тихонович записывал на аудиокассеты, и я так понимаю, на бобины, ну, можно сказать, аудиокниги. То есть он начитывал те запрещенные книги, которые относились к православию. Ну, в частности, Библия, разных святых отцов, в общем, все, что относится к православию. Он начитывал это и раздавал эти аудиокассеты и эти пленки просто так, безвозмездно. Иногда, как сам Игнатий Тихонович признается, он действительно их продавал, но за очень символическую стоимость. И уж в крайнем случае, это было крайне редко, но все-таки было, когда он продавал ее за себе стоимость. Что, в общем-то, ненормально, в этом нет никакого преступления. Ну, представьте, что вы берете сейчас метлу и идете просто мести асфальт. Ну, просто потому, что хотите сделать свой город чище. И, как минимум, для этого вам нужна метла. И вот если метла у вас сломается, то, в принципе, ничего страшного, если вы кому-то скажете, давайте я у вас во дворе подмету, вы мне по копеечке скинетесь для того, чтобы я себе купил метлу и мог мести дальше. Правильно? В этом же нет ничего преступного. Но вот Игнатий Тихонович действовал таким образом. То есть он раздавал бесплатно свои записи, но ему же надо было покупать эти кассеты, магнитофоны у него ломались, аппаратура нужна была и так далее, и так прочее. И вот иногда он действительно за маленькую стоимость, можно сказать, за пожертвование, кому-то эти кассеты отдавал или пусть будет даже продавал. Ну и вот обвиняли в том, что он якобы на этом зарабатывал, то есть занимался спекуляцией. Ну, якобы он записал кассеты, себестоимость этой кассеты вышла в 5 рублей, а он ее взял и продал на 10 рублей. И потом пошел на эти 5 рублей гулять куда-нибудь там в ресторан и так далее. Что-нибудь еще желаете, молодой человек? А вы мне еще кофе налите. А дальше начинает происходить цирк. Абсурд полный. Допрашивают свидетелей. Допросили более двух десятков свидетелей. И все как один, причем они друг с другом незнакомы, говорят, что я никаких денег Игнатию Тихоновичу не просил. Некоторые даже с ним были незнакомы. Ну, через друзей доставали еще каким-то образом. И все говорят, что нет, просто я там попросил, я достал, просто мне дали, раздали на улице и так далее. То есть никаких денег не было. И вдруг из этих десятков свидетелей появляется одна женщина, которая совершенно несуразно начинает давать показания. Ей задают конкретные вопросы, она на конкретные вопросы отвечает как-то двояко, как-то смазанно. Ну, спрашивает ее, вы покупали за деньги кассеты у Игнатия Тихоновича? Она говорит, да, покупала. За какую сумму? Ну, вот я не помню, но за какую-то покупала. Хорошо, где это было? Ну, я не помню, но где-то вот это было. То есть вот такие вот ответы. И потом она начинает говорить, что она еще какие-то десятины от своих зарплат отдавала Игнатию Тихоновичу якобы для церкви. И тоже ей начинают задавать конкретные вопросы. Вы отдавали добровольно? Нет. Как нет? Игнатий Тихонович вас что, заставлял отдавать деньги какие-то для церкви? Нет, не заставлял. Он вам угрожал? Нет, не угрожал. Он вас шантажировал, принуждал вас. Он как-то вот, ну, хоть какой-то силовой момент применял. Может, психологическую атаку какую-то, ну, хоть как-то. Нет. Тогда, получается, вы добровольно отдавали? Нет. Игнатий Тихонович заставлял. Так он вас заставлял? Нет. То есть несется какой-то бред. Это один свидетель на несколько десятков. И вот именно этого свидетеля и берут в расчет. И как-то я на нее реагирую. Предстает передо мной как бы немножко издалека. То есть она как бы видится, видится в мираже. Она нереальная. Главное то, что... И вы можете почитать стенограммы. Это я не передумываю. Все это в стенограммах есть. Это все официальные документы. Ну, а дальше начинается суд. На суде тот же самый абсурд происходит. Выступают свидетели. Куча свидетелей. Причем которых заявил сам прокурор. Которых заявил судья. Они начинают давать показания. И с каждым свидетелем получается, что Игнатий Латкин вовсе не виноват. Никому он ничего не продавал. Никому он ничего не впаривал. Никого не заставлял. То есть все больше и больше дело идет в сторону, что Игнатий Тихонович не виновен. Но опять же предстает перед судом тот самый несуразный свидетель в женском обличии. Который точно так же несуразно начинает отвечать на суде на вопросы. Потом Игнатию Тихоновичу дают слово. Он ей начинает задавать вопросы. И она тоже какую-то несуразницу отвечает. И в итоге все-таки Игнатия Латкина приговаривают к двум годам и шести месяцам заключения. И вот, собственно, это его последний срок, который он, так сказать, от звонка до звонка отбыл. И вот после всей этой истории, друзья, давайте все-таки будем правильно называть вещи. Называть вещи, как говорится, своими именами. Есть урки, а есть люди, которые были когда-то в заключении. Это две противоположные разницы. И не надо путать одно с другим. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok